Большим историям. Билли Новик сочинил сенсацию. Надо меньше пить водки, сообщил прищурившийся основатель российского алкаджаза. Родной коллектив Биллис Бен теперь не единственная его любовь. Сам Новик поет еще и рэп в обществе группы Каста. Врач, актер, бизнесмен. Даже его фамилия не совсем то, чем кажется. Новик это ведь еще и название русского корабля времен русско-японской войны. Кто вы доктор Новик? Человек и пароход. Оксана Маклакова собрала вместе Билли и его небылицы. Когда я только первый раз начал носить шляпу, мне было 23, я все еще боялся, что меня загребут в армию. Когда я стал ходить в шляпе и в пальто, в плаще, в дедушкино, то меня перестали спрашивать документы. У тебя есть открытки с видами города? Теперь Билли Новик не держит зла на военкомат. Билли Новик держит марку, почтовую. Открытка с видом чужого города, индекс наметой бумажки из недр кармана и три размашистых строчки. С приветом из ПАБ, из ЕКБ. Век, когда пипл коннектинг одним кликом, борода в шляпе лижет марочки и шлет открытки. Ходячий антиквариат в питерской выделке. Ну, когда родственнички меня спросили, хорошо, ты любишь музыку, ты играешь на гитаре, но что ты будешь делать в жизни? Я сказал, ну, чем вам не нравится то, если я стану музыкантом? Они сказали, ну, хорошо, это сейчас ты молодой, тебе 14-15 лет, но что, ты в 30 лет будешь прыгать козлом по сцене? Я так почесал затылок и подумал, что да, в 30 лет мне не хотелось бы прыгать козлом по сцене. Ну, вот прыгаю, ничего, нормально. Допрыгался с берегов Невы на берега и сети, а дальше вглубь клубных подвалов. Вадим Новик заигрался в ковбоя и не заметил, как окончательно и бесповоротно превратился в Билли. Всегда есть мостик назад, если я опозорюсь в этом, он плываю, я быстренько сменю имя и все будет хорошо. Будучи публичным человеком, у тебя есть риск облажаться на виду у всех, не в каком-то маленьком коллективчике, когда ты работаешь врачом. Ну, это не так все серьезно, как я говорю, все это не так серьезно. Это не я, не я. Скальпель. Ложим. Спирт. Тампон. Огурец. Я пользовался уважением, у меня был свой кабинет, стол, телефон, микроскоп. Все было очень круто, я был крутым. Диплом, который я получил, подразумевал лишь работу на участке, детским врачом на участке в поликлинике. В общем, я поработал некоторое время и понял, что я не могу, потому что я не могу спать спокойно, когда у меня там детишки лежат больные. И, в общем, мне было очень тяжело в моральном смысле. Я все время думал об этом и подумал, что надо бы найти что-нибудь поспокойнее, тем более, что музыка где-то в глубине души оставалась. Душа врача Новика нашла покой в патолого-анатомическом отделении. Ни тебе капризных пациентов, ни очередей. Работай сколько угодно со смертью ради жизни. Но авторитетный доктор Новик быстро наигрался в больничку и начал играть блюз. Самонареченный король русского алкоджаза. Сочиняет кабацкие песни и, по старой привычке, научно-популярные статьи. Пытался было доказать, что цирроз и алкоголизм напрямую не связаны. Многие верили, ведь этот котелок под фирменной шляпой неплохо варит. Те, кто считают, что Белиз Бенд – это что-то порочное, и что-то, может быть, ниже пояса, и что-то с пошлятинкой, это не так. Моя мама отслеживает все. Она старый интеллигент. Последняя из дворянок. Мне потребовалось пять лет для того, чтобы убедить свою маму в том, что я занимаюсь не пустой тратой времени в ночных клубах. Я скрупулезно собирал для нее все вырезки из газет. И тогда, когда у меня накопилась целая коробка, она мне сказала, что больше не надо. Тогда я понял, что все в порядке. Родился я на заднем сидении желтого нью-йоркского такси с трехдневной небритостью на щеках. И тут же велел таксисту двигать прямо на Тайм-сквер. Билли, побойся, мамы. Эти твои игры в Тома Уэйтса уже ни в какие ворота. Огрызок папиросной бумаги вместо экрана. Пачка бесплатных газет и батарея пустых бутылок. Широкий диапазон. Тот же голос в 98-м задорно озвучивал порно. Пока питерское отражение Уэйтса хрипит во всю Калифорнию, зал дружно пьянеет от этого контрабаса. Тут и не догадываются, что перед ними наброски к будущей бомж опере. Наглый вызов настоящего ортодоксального лузера. Куда только делись детские комплексы. В школе я был толстячком, закомплексованным, с задержкой физического развития и полового, между прочим. И поэтому во мне был целый букет комплексов, которые разрушаются по сей день. Я думаю, что не всегда это плохо, если что не делаешь, что нас не убивает, делает нас сильнее. Вспоминается один пример, когда на 8 марта все детишки сделали учительнице подарки. Ну и я слепил из пластилина, который затвердевает при термической обработке, какого-то зайчика я слепил. И, значит, ребята говорят, вау, дай посмотреть. Я даю им в руки, они так, ой, упал. Ну я, естественно, не выдерживаю, кидаюсь показывать. Ну, там я был маленький, они были большие, с усами уже все. Ну, естественно, они это и ждали, это была провокация. Ну, постоянные провокации. Это уже совсем другая песня. Аристократический завтрак на малой родине художницы Галины. Это она воплощает в жизнь все перформерские замашки Новика. Билли на привале. Еще более прокуренный голос, еще более запущенная небритость. Кажется, кто-то вчера хорошего дал джазу. И в деревне можно оторваться по-питерски. Сегодня он уже, сегодня уже сухой запомнился. Ковбой на общественно полезных работах. За годы разгульно-гастрольной жизни этот парень Искупчина не забыл. Как разгружал вагоны и копал ямки под рассаду в непробиваемом грунте питерских дач. Как потом исполнил роль финансового директора собственного клуба. Бизнес прогорел. Я прямо мечтаю. У меня когда, если будет какой-нибудь домик, то я прямо такой забор себе сделаю. Буду ходить каждый вечер, выходить. Заборы очень козырные. Какие заборы купил. Дауншифтер от шоу-бизнеса. Опасаясь кабалы, свободолюбивый ковбой Билли и его банда отгородились забором от продюсеров и контрактов. Продюсеры обиделись. По ту сторону забора остались телеэфиры, радиоротации и заманчивые предложения от рекламодателей. Впрочем, был эпизод. Как-то в Эстонии Билли отлаял партию голодного пса в аудиорекламе хот-догов. И завязал с этой коммерчески выгодной собачьей жизнью. Теперь Билли играет только в себя самого. Это несложно. Были бы немного смерти и немного любви. ПЕСНЯ Смею надеяться, что это игры, что это не всерьез. Потому что я не хочу преувеличивать важность того, что мы творим на сегодняшний день. Я думаю, что так или иначе, как ни крути, это все равно сфера развлечений или, как говорят сегодняшним языком, энтертейнмента. Но, конечно, на сцене приходится играть Если ты не будешь играть, это будет никому не интересно Людям не нужна правда, людям нужна легенда Можно постоянно подпитывать, где ее подпитывать Достаточно вспомнить любой день из жизни И просто рассказать его в такой подаче, чтобы это было интересно Это тоже непросто, но в этом и заключается игра За огненной водой, тут как не крути Но фокус рюмочка, две, три Посмотри, тебе нет смерти А есть много любви Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова